приветик всем снимаю видео о своем знакомстве с маркой решет марка решет предложила меня сотрудничество и продукты на обзор по моему выбору я выбрала 5 продуктов все протестировала и спешу поделиться с вами своими впечатлениями внизу под этим видео я оставлю ссылку на сайт марки решет где вы сможете познакомиться с ассортиментов с ассортиментом продуктов ценами составом продуктов подробным и сделать правильный выбор мой заказ пришел вот в такой вот презентабельные коробочки вот так она выглядит внутри такое все позитивное зелененькая очень красивая коробка и что же я заказала чем я руководствовалась при выборе продуктов я старалась выбирать продукты простые в употреблении простые и понятные я это говорю потому что я знаю что у марки реше есть например их знаменитый скраб в пакете но я не стала его брать потому что я как-то не очень расположена к сухим скрабом поэтому вот выбирала то что попроще это чем я точно буду пользоваться первый продукт который покажу это кокосовое молочко для умывания вот такой вот в объеме 150 миллилитров кажется так на основе кокосового молока это действительно молочко заявлено что она удаляет легкий макияж водостойкий макияж я смывать не пробовала обычный макияж смывает на ура что касается реакции на слизистую оболочку глаз ну если вы в глаза заливать не будете то проблем конечно не будет но я вот первый раз туда просто ну как сказать выдвину в пригоршню вот этого средства и все это в общем навеки да это было конечно не очень приятно потому что очень большое количество средства попало на слизистую было не очень приятно но если пользоваться нормально как положено то проблем не возникнет макияж смывает на ура очищает до скрипа при этом нет никакого ощущения стянутости имеет приятный кокосовый аромат я осталась очень довольна этой умывалкой такой приятный флакончик такой пластмассовый такой как бы прорезиненный немного презентабельная упаковка красиво смотрится в ванной с удовольствием продолжу пользоваться этим продуктом второй продукт уже был в коробочке это мицеллярная вода вот так выглядит коробочка объем кажется 200 миллилитров если ничего не путаю и собственно говоря сам флакончик нам такого голубого цвета кажется что пенится но когда набираешь на ватный диск никакого пенообразования нет что меня честно говоря радует что могу сказать макияж смывает очень хорошо мицеллярка легкая как водичка после текстуре напоминает ли мицеллярку для рож позе стоит только разницы что смывает макияж гораздо лучше абсолютно не щиплет глаза можно заливать в глаза совершенно спокойно я пробовала да в общем никаких проблем не возникает нет ощущения липкости на коже после применения этой мицеллярки и нет ощущения стянутости такое бывает после некоторых мицеллярок в общем здесь я ни с чем с таким не столкнулась что меня честно говоря порадовала вообще мне показалось что это мицеллярка класса люкс если бы здесь что-нибудь другое было бы написано не реше а вот что-нибудь такое там не знаю диор гирлян и так далее я бы поверила честное слово хорошая вещь осталось очень довольна третий продукт это крем для рук вот так выглядит коробочка написано что он содержит 8 процентов амаранта маранта то вроде растение такое увлажняющий крем для рук он в такой в таком железном тюбике знаете как тюбике у локситан текстура у него крем гель впитывается очень быстро но скорость впитывания зависит от вашего типа кожи рук потому что например я вот как-то это все разносила так это все аккуратненько туда-сюда вот мама мужа воспользовалась и говорит что он впитался просто мгновенно кожа выглядит весьма хорошо и презентабельно она осталась очень довольна год классный крем для рук не какая-нибудь пустышка это она сравнивала его с кремом нитроджином для очень сухой кожи вот она сказала что эффект крема отрише намного выше если пролонгированный эффект да есть даже после мытья рук остается ощущение увлажненности в общем да что касается отдушки такая цветочно травянистая отдушка не очень яркая достаточно быстро она угасает поэтому никакого напряжения в использовании эта крема я не испытала и в общем-то хороший крем четвертый продукт это маска для лица так выглядит коробочка маска для лица против признаков старения для всех типов кожи вот так она выглядит эта маска на красной глине о том что она на глине я узнала когда начала ей пользоваться ну я просто ничего не читала вообще я сразу начала тестировать продукты чтобы не не было никакого предвзятого отношения и в общем когда я сначала и выдавила носила маску кистью я всегда наношу маски кистью которые вот в тюбиках в баночках мне кажется так как то удобнее гигиеничнее и не знаю и экономичнее по моему в общем маска действительно глиняная она такого цвета знаете цвета стыдливого кирпича ну или розовая таракота я не знаю как по другому сказать она достаточно хорошо распределялась без проблем тонким слоем я ее нанесла здесь написано держать по моему 10-15 минут что ли если я не ошибаюсь в общем я где-то приблизительно столько времени ее и держала что касается чувствительности кожи я не могу сказать что было все без проблем потому что некоторое время я чувствовал крыльями носа небольшое покалывание такое ощущение было но потом оно прошло и не знаю может быть минуты через три или через четыре я точно не засекала но достаточно быстро прошло это ощущение в общем смыла я потом эту маску что я вам хочу сказать вот смыла смотрю на себя в зеркало и улыбаюсь вообще у меня не очень хорошее отношение с глиняными масками потому что все они подсушивают как-то скукоживают кожу ну по крайней мере то что я пробовала исключая конечно маску от шоссейда и маску от колоран с розовой глиной не знаю если она сейчас в ассортименте или нет давно дело было но все остальное у меня как-то не ладилось потому что все сушит кожу здесь я столкнулась с тем что я вижу сразу ряд как это сказать моментов проявления эффекта этой маски что создается такое впечатление будто бы я воспользовалась не вот этой маской а я сначала воспользовалась скрабом потом сделала пилинг потом нанесла очищающую маску потом нанесла питательную потом нанесла тонизирующую в общем осветляющую что я делала не знаю вот у меня такое было ощущение потому что эффект все всеобъемлющие понимаете кожа выглядит очищенной осветленной сужены поры ровный цвет лица лицо выглядит очень свежим при всем при этом нет ощущения стянутости нет никаких покраснений там или еще чего-то каких-то негативных вещей я осталась в восторге от этой маски определенно это будет открытие года потому что как я уже сказала с глиняными масками у меня не очень-то ладились отношения до сих пор и я поразилась тому насколько в общем это знакомство оказалось удачным мне маска очень понравилась просто ла-ла и пятый продукт это шампунь для объема честно говоря я когда вообще составляла свой вот этот вот заказ перечень этих продуктов я думала что это будет такая знаете ложка дегтя при любом раскладе почему дело все в том что компания РИШ позиционирует себя как компания производящая продукцию на основе натуральных ингредиентов то есть там сколько-то 90 с чем-то процентов натуральных ингредиентов составы все описаны подробно на сайте это все можно посмотреть у меня никогда не ладились отношения с натуральными шампунями все что я пробовала улетала в помойное ведро вот я вам честно говорю абсолютно все и всегда я сталкивалась с одним и тем же моментом что после использования натурального шампуня последнее что я видела это объем волосы были грязными сальными не промытыми и в общем-то я смотря на себя в зеркало я понимала что нужно перемывать голову обычным сульфатным шампунем и в общем каждый раз я давала себе слово что больше никогда я не буду пробовать натуральные шампуни и потом все равно что-то покупала и вот в этот раз я все-таки решила дать еще один шанс и заказала этот шампунь но все-таки начала пробовать с опаской поскольку и были предубеждения а зря что я могу сказать шампунь вроде бы жидкий но он достаточно экономичный он дает такую густую пену пена невысокая знаете бывает шампунь и которые делают высокую легкую пенку нет пенка достаточно низкого уровня но она очень густая и плотная просто неимоверно плотная пена поэтому для любителей пенистых шампунь это прям о ла ла будет запах такой какой-то такой травянистый травянистый запах он какой-то знаете травянистым мыльный вот так мылом и какими-то травками пахнет наносила я его дважды как любой другой шампунь и кондиционер я не использовала и мне показалось что кондиционер к нему и не нужен в общем не знаю как любой приличный шампунь ну как сказать не поставил он передо мной вопрос а где кондиционер я тестировала в тот момент мне интересовало насколько хватит вот этого ощущения чистоты от шампуня ну два с половиной дня совершенно спокойно я ходила да то есть волосы чистые волосы легкие при этом они не пушатся не электролизуются действительно шампунь дает объем все замечательно я дала попробовать маме мужа она сказала какой прекрасный шампунь отдай его мне ну вполне возможно не знаю мы как-то его будем делить наверное потому что он у меня тоже понравился а может я просто еще раз закажу шампунь да он настолько он прекрасен настолько он меня поразил если вас интересует хороший если вы хотите перейти на натуральные шампуни но бессульфатные но либо сталкивались с неудачными приобретениями и вы же просто не знаете на какую марку обратить внимание мне кажется вот марка решея это вариант хотя конечно на сайте представлен шампунь не только для объема там есть и для окрашенных волос еще какие-то шампуни в общем есть что посмотреть в целом что я хочу сказать я осталась очень довольна этим знакомством оно действительно было удачным я конечно как вы видите средства выбирала такие вот общеупотребительные которые легко оценить я не остановила свой выбор на креме или на сыворотке мне хотелось попробовать именно простые продукты базовые для ухода я осталась всем довольна это действительно здорово еще раз напомню внизу оставлю ссылочку чтобы вы могли перейти на сайт и ознакомиться с ассортиментом этой марки надеюсь видео было интересным полезным и приятным всем большое спасибо всем пока-пока спасибо спасибо спасибо